Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Левит. И сегодня мы будем читать 25 главу этой книги. И основные темы, которые здесь содержатся, это вопрос о субботнем годе, юбилейном годе, чем питаться в субботний год, о выкупе проданной недвижимости, запрет ростовщичества, о выкупе раба-израильтянина. Казалось бы, это такой исторический анахронизм касаться этих законов. Но реально Божьи законы продолжают действовать с не меньшей силой, на мой взгляд, даже с более возрастающей силой, Потому что, если бы благодать являлась бы концом закона, то она являлась бы началом беззакония. И в благодати пребывают те, кто во Христе, а кто вне Христа, они так и живут по принципам око за око, зуб за зуб. И тому подтверждение вся мировая политика. И мы читаем 25 главу книги Левит с первой стиха и ниже о субботнем годе. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год, да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли, и будет это продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». Итак, этот закон Божий проявляет милосердие по отношению к земле. И на Руси было такое понятие, что земля под парами, то есть она отдыхает. Вот этот участок мы будем обрабатывать, а этот участок земли, он находится под парами, он отдыхает. К сожалению, обращение с землею очень жестокое. Может быть, поэтому земля как бы пытается сбросить нас, себя, и мы, славяне, теряем одну территорию, другую. Скоро, наверное, и самое последнее зашатается под нашими ногами, потому что у нас нет уважения к божественным законам, принципам того, как надо обращаться с землей. Именно потребительское отношение. Тем более, что представители там желтых рас, если им дают обрабатывать нашу землю, они ее обрабатывают так, что потом там ничего не растет, как будто ядерная зима какая-то. Потому что используют всякие там удобрения, химические субстанции, и вымирают леса, хотя высаживают как бы новые, они не приживаются в тех местах, где там поработали какими-то химикатами, какими-то варварскими способами отношения к земле. В Апокалипсисе сказано, что Господь будет губить губивших землю. То есть человек принесет наказание за неправильное потребительское отношение к земле, потому что это не его собственность, это Божия. Если кесарю мы возвращаем кесарево, там налоги платим, Богу мы должны возвращать Богово. Богу не нужны наши копейки, Ему нужно то, чтобы мы обращались с тем, что имеем, от Него же, в соответствии с Его волей, ибо Библия есть Господне руководство в действии. Закон о земле, он указывает на то, что рано или поздно все мы тоже переживем свою человеческую субботу. Если земля субботствовала седьмой год, шесть лет ее обрабатывали, а седьмой год никто ничего не делал, то это был прообраз того, что наступят времена, что все человечество будет субботствовать. И в послании к евреям Павел так и пишет, что для народа Божия еще остается субботство. То есть мы уже наслаждаемся покоем во Христе, но наступит день вечный, восьмой день в христианской традиции, незаходимый, когда мы будем пребывать в вечном субботстве. Откуда известно, что субботство — это непрекращающийся покой? Об этом сказано во второй книге Парли Паминон, 36 глава, 21 стих. «Доколи во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих» и их, то есть люди обрабатывали, невзирая на закон, «во все дни запустения, когда Бог согнал этих людей с этой земли, вавилонское рабство, во все дни запустения, она субботствовала до исполнения 70 лет». А потом, по окончании 70 лет, они вернулись на эту землю и уже более бережно стали обращаться с землей. Землю нельзя продавать иноземцам, вечное пользование. Если наш брат продал землю по нужде, близкие родственники обязаны помочь ему выкупить, чтобы земля не выходила из родового надела. И вот эти законы о земле, они очень важны, потому что все мы ждем Царствия Небесного, где будет вечное субботство, непрекращающийся покой. Я напоминаю, что слово «суббота», «шаббат» означает покой, а наш «шаббат» — это Христос, который говорит, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И мы читаем далее законы о юбилейном годе. «И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет, и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый месяц, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей и осветите пятидесятый год». Здесь уже говорится о том, что каждый пятидесятый год надо освящать. «И осветите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее, то есть всех рабов выпускают на свободу всем должникам, прощают долги. Да будет это у вас юбилей, и возвратитеся каждый во владение свое, то есть то, что ты продал, ты имеешь право перевернуться, и каждый возвратитеся в свое племя, то есть вам не надо теперь прятаться от кредиторов. Пятидесятый год «Да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лос ее, ибо это юбилей священным будет он для вас, с поля ешьте произведение ее». И давайте посмотрим, какие комментарии нам приготовили отцы церкви по этому вопросу. Таинство юбилея. Что об этом пишет Ориген в своем трактате о молитве? «Кто настолько вместил ум Христов, чтобы седьмой год сделать годом свободы для еврейских слуг и оставление долгов и освобождение от земледелия священной земли». Есть же и некий праздник, который выше семилетних праздников, называемый юбилеем. И ясно, что даже разумом вместить такой праздник – это уже некий поступок, «а соблюдать его законы как истинные мог никто иной, как тот, то есть Господь, который провидел отеческую волю и устроение всех веков в соответствии с непостижимыми его Господа судьбами и неследимыми его путями». То есть Бог установил этот 50-летний юбилей в знак того, что полное примирение грядет в струях крови Сына Божия, отпущение всех грехов. Смотрите, что пишет Василий Великий «Седьмиц лет составляли знаменитые в древности юбилеи, в которые и земля субботствовала, и было прощение долгов, освобождение от рабства, и как бы восстанавливалась новая жизнь в новом порядке. А прежнее, благодаря седьмиричному числу, получало некий вид окончания. И это образы сего века, которые перетекают у нас в семидневном круговращении и в который за грехи менее тяжкие по человеколюбивой попечительности и благой владыка. Возлагается наказание временное, ограниченное, чтобы не предавать нас мучению в нескончаемый век». О чем здесь пишет Василий Великий? Он пишет о том, что если христианин несет наказание за самые страшные преступления не больше семи лет. а юбилейный год 50-летний в те времена давалась общая разрешительная молитва, интульгенция в западном мире в честь посещения святых мест в юбилейные годы. Например, кто-то в Иерусалим приходил, кто-то в Рим приходил, кто-то еще, кто-то в Царьград приходил пешком, они получали освобождение. Конечно, при этом читалась и разрешительная молитва, но это было приурочено вот к этой традиции 7-й год и 50-й год, особенно 50-й год. Кстати, в некоторых исторических христианских церквах четко знают, когда будет ближайший 50-й год, и они строго, синхронно отмечают это событие. Беднодостопочтенный в своих гамильях на Евангелии писал, поскольку 50-й год в законе юбилейный, который велено называть отпускным или сменным, когда народ отдыхает от всяких трудов и освобождается от всех долгов, и рабы становятся свободными, то этот год выделяется особенными почестями и божественным прославлением по сравнению с другими. Поэтому этим числом обозначается сам покой высшего мира, то, о чем мы говорили, что все-таки это в большей мере прообразы, когда, как говорит апостол, при трубящей последней трубе мертвые восстанут и мы изменимся в славу, тогда прекратятся труды этого века и тяжкие долги за все грехи будут отменены. И действительно, когда мы, священники, отпеваем человека, мы читаем над мертвым разрешительную молитву. и есть такое представление, что когда мертвый три дня находится в храме, он кричит все свои грехи, он хочет исповедовать то, что с детства стыдился исповедоваться в этом. Он понимает, что никто не слышит. Он продолжает кричать и успокаивается только тогда, когда читается вот эта отпускная молитва, как над живым над ним отпускаются его грехи. Тогда весь народ избранный, то есть в будущем, в едином созерцании божественного посещения возрадуется, исполняя это вожделенное повеление Господа и Спасителя нашего. Остановитесь и познайте, что я Бог. Причем беда достопочтенно закрывает этой цитатой. Все познают, что Бог есть любовь, потому что само слово Бог указывает на некую строгость в Создателе, а здесь всем станет очевидно и нечто другое. И мы смотрим с вами далее, друзья. В юбилейный год возвратитесь каждое вовладение свое, если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что ближнего твоего, не обижайте друг друга, по расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе, если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе, не обижайте один другого, боясь Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Ну, например, в страну прибыл человек, а он не знает, через 4 года 50-летие и все долги, все сделки разрываются, а вы ему на 50 лет продаете свою землю, все оформляете, как положено, а он не знает, что через 4 года и будет 50 лет, вы мошенник, ведь этот день установлен в память о Божьем прощении, а если Бог поступит с нами таким образом, в самый последний момент нашей жизни, откажет нам благодать, это же будет неправильно, поэтому закон регулирует и вот такие сложные ситуации. Конечно, возникал вопрос, а чем питаться в субботний год, если землю нельзя обрабатывать, исполняйте постановления мои, храните законы мои, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Вот главная причина пищевого кризиса, любого социального кризиса, люди не живут по законам Бога. заповеди даны для жизни, а не для смерти. И если бы люди исполняли закон Божий, то не было бы ни наводнений, там, град не побивал бы урожай, все было бы нормально. Но так как мы не хотим постигать волю через Писание, Бог делает так, что через катаклизмы природы, через политические военные катаклизмы мы начинаем задумываться, а если мы такой праведный народ, святой народ, а почему с нами такие безобразия происходят? Как один еврей молился и кричал, Господи, ты нас избрал от времена погрома, Господи, избери на годик хотя бы какой-нибудь другой народ, дай нам отдохнуть, мы уже устали, потому что они устали от погромов, которые были. Почему? Со своих, я часто это повторяю, избранных, Бог всегда спрашивает значительно строже, чем с других людей. И мы православные должны об этом помнить. это не привилегия быть православным христианином, это великая ответственность. Если скажете, что же нам есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас шестой год, и он принесет произведений на три года, и будете сеять восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. И мне рассказывали старые люди, что обычно перед войною очень хороший урожай, причем избыток урожая, потому что Господь, который милосед, он понимает, что наступают очень тяжелые времена, и людей надо будет как-то поддержать. Далее, с 23 по 34 стих законы о выкупе проданной недвижимости, но эти законы мы касались в других местах, поэтому мы пропустим и рассмотрим закон о ростовщичестве с 35 по 38 стих. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, ибо я, Господь, чтобы жил брат твой с тобою, серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли, я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Вот здесь как бы такое внутреннее противоречие. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец. А как это, брат может быть пришельцем? Имеется в виду, да, он пришел сюда как язычник, он был греком, египтянином, но он принял веру Авраама, Исаака, Якова, прошел обрезание, он такой же считается иудей. И мы, христиане, также должны смотреть на людей, неважно какой нации, если он крещеный во имя Святой Троицы, это наш брат во Христе, никак иначе мы его не воспринимаем. Так вот, здесь запрет давать в рост единоверцам. Единоверцам. Надо сказать, что этот запрет был строгий через века христианских поколений и поколений, если мы посмотрим правила святых отцов, если мы посмотрим правила поместных вселенских соборов, то там прямо говорится, что аж епископ дает в рост, живет с процентов, или пресвитер дает в рост живет с процентов, или диакон или мерянин дает рост живет с процентов, епископ этими белыми воротничками, а реально трудящимися на поле, в заводе, в цеху, у токарного станка, когда каменщик возводит здание. Вот это реальный труд. Конечно, нужны организаторы труда, нужны люди, которые спланируют постройку, нужны ученые, которые разработают, как эти конструкции будут существовать, действовать. Но ростовщичество это возникает класс людей, которые ничего не производя, торгуют воздухом. Им даже не обязательно иметь на руках реальные какие-то деньги. Вам дается бумага, что вы обладаете такой суммой и списывают. Почему мировые кризисы возникают? Потому что очень много людей берут в рост. возникают такие мыльные пузыри, когда банки разбогатели, а людям нечем возвращать. И когда мыльный пузырь лопается, социальный кризис, власть помогает кому? Банкирам, чтобы они дальше могли накачивать эти мыльные пузыри и обеспечивать свое существование. и так во всем мире. Такой порочный круг. Ростовщичество считалось презренным всегда и везде. Но закон о ростовщичестве разрешает давать в долг не брату твоему, не иноземцу сказано. но мы тут выяснили, что пришелец и иноземец может стать братом, если примет веру. Значит, человек может давать в жертву, то есть в рост, в рост, он может давать под проценты не единоверцу, потому что человек другой земли, иностранец, он же потенциально может оказаться нашим противником. Если завтра его страна объявит нам войну, здесь есть обычная человеческая политическая логика. А если мы братство, если мы община, единоверная, единокровная, мы должны, конечно, всячески поддерживать друг друга. Поэтому здесь сказано со всей строгостью «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю хананскую, чтобы быть вашим Богом». А почему Господь напоминает о египетском рабстве? Он как бы говорит «Не залазьте в рабство ростовщичества, не под это ермо, не становитесь рабами этих ростовщиков, я уже освободил вас из египетского рабства, а вы полезете к ростовщикам под их ермо, и потом всю жизнь будете расплачиваться, или еще своим детям оставите свои долги. Причем нет у нас седьмых годов, когда все прощается, пятьдесятых годов нет, когда все прощается. И какой же больной человек может сказать, что закон Божий жесток? Так вот тот, который никогда не читал Библию. Закон Божий это закон, который предусматривает массу амнистий каждый седьмой год, каждый пятидесятый год. И там была еще амнистия при смерти первосвященника. Когда умирал первосвященник, действовали законы, седьмого и пятидесятого года. Все долги отменяли. И это жестокие законы, это жестокие правила. Далее идет закон о выкупе раба израильтянина. общий смысл этого закона заключается в том, что надо делать все возможное, чтобы помочь своим оказавшимся в некой кабале, в неком рабстве. надо искать свободы для них, выплачивать их долги, освобождать их от каких-то зависимостей, но при этом не нарушать и те обязательства, в которых оказался этот человек, поддавшись, как правило, честь ростовщичества к добровольному рабству, но община несет ответственность, прямую ответственность за этого человека. Такое содержание 25-й главы, если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы соберемся здесь, на портале Экзегет, и будем читать 26-ю главу. Продолжение следует...